Несколько слов про Авраама Авину, про нашего праотца Авраама. Весь мир, в принципе, был создан для чего? Для сокрытия Творца за собой. То есть мир Олам, сокрытие. Функция мира сокрыть Всевышнего, быть экраном, заслоняющим его. В этом мире история развивалась так, что все поколения до Авраама забывали Всевышнего, кроме Нуаха. Адам, Нуах, были какие-то отдельные праведники. Действительно, воля Всевышнего как-то пронеслась, что называется, через историю. Но Авраам сделал первое, ради чего мир был создан, ради того, чтобы человек открыл Всевышнего из этого мира. Это то, что сделал Авраам. Как он пришел к вере во Всевышнего, к познанию Всевышнего? Написано через отрицание. То есть он предполагал, может быть, солнце сотворило мир, может быть, луна сотворила мир. Он торговал в лавочке отца идолами и, в конце концов, понял, что идолы не могут иметь силы. Есть единый Всевышний, который сотворил этот мир. Когда он пришел к этому выводу, через какое-то время Всевышний открылся ему, этот процесс, напишен на наших мудрецов, занял у него от трех до сорока восьми лет. Этот процесс длился у него много лет. Это не процесс, не процесс одной минуты. Интересно, что Нуах, написано, что он был праведник и цельный человек в поколениях. Почему в поколениях? Слышал такое красивое объяснение? Он праведник означает человек, который сохранил себя и вел себя праведно, не нарушал законы Арает и законы Гезель. То есть он не вступал в запрещенные связи и не воровал. Это называется праведник. Атамим – это человек, у которого была вера в Бога. И написано в поколениях своих. Почему в поколениях? Потому что он жил в два поколения. Первое поколение, поколение потопа, они были кем? Они были развратниками, самыми грязными. И они были грабителями. Поэтому среди них Нуах был праведником. А поколения Вавилонской башни были кем? Людьми, которые пытались отрицать власть Всевышнего. И среди них Нуах был тамим, цельный. То есть его вера была цельная. Такое объяснение я слышал. И именно поэтому Нуах, когда заходил в Ковчег, Всевышний говорил, ты праведник в этом поколении. Не в поколениях, а в поколении. Потому что тогда, когда он заходил в Ковчег, это было как раз спасение от поколения потопа. Так вот, если мы обращаем внимание, после поколения Вавилонской башни, там не было уже разрозненности в поколении. Они были единым поколением. И Всевышний поэтому их не наказал страшно. Он их только разбросал. Почему? Потому что когда они грабили друг друга, они получили наказание за самые страшные грехи. Почему? Потому что они ненавидели друг друга. Они пренебрегали друг друга. Они были эгоистами. Как только они объединились, Ноах в течение всего времени потопа делал добро бескорыстное и смог исправить вот этот вот эгоизм своего поколения. И поэтому поколения башни, второе поколение жизни Ноаха, Вавилонской башни, они уже были единым. Они были уже вместе. Чего им не хватало? Веры в Бога. И кто был тем человеком, который нашел веру в Бога через собственную работу, через анализ этого мира, через отрицание всего идолопоклонства, это был Авраам. Поэтому Авраам, он сочетал в себе две вещи. Он был медатахесед, качество милосердия и добра, и качество веры. Он был тем, кто первым в этом мире раскрыл Всевышнего через добро и веру. Именно поэтому Авраам называется Авраам, ауви Всевышний возлюбил Авраама. И выбрал его из всех. Почему? Потому что он первым, кто смог делать добро и прийти к вере во Всевышнего. Максимальным его испытанием было жертвоприношение Цхака. Но это уже другая тема. В чем было жертвоприношение Цхака, мы скажем уже. Поговорим об этом, когда будет эта недельная глава. Большое спасибо.